...полуфинал. А Игуаин просто не забивает по пустым воротам. Ну что, ну что... Ну вот мне это очень нравится, просто такое рассуждение. До финала довел он, а финал проиграл не он. Ну, хорошо. Да нет, конечно, просто все эти финалы завершились... Ну давай тогда так. ...без голов, да? Я почувствую, собственно, с чего я начал-то. Давайте посмотрим атаку Бразилии. Просто я хотел статистические данные привести... О, какой гол! Боже ты мой, Филиппе Коутиньо! Брависсимо в девятку попадает. Где он был, эти... ...в засаде сидело все это время. Полтайма. И посмотрите, ну вот был угловой. Там заработанный, здесь здорово... Сабалета неправ, Маскирано опаздывает. И даже Димарея прилетел с левого фланга атаки, чтобы попытаться закрыть эту зону. Неудачно сыграли и Атаменди. Да вообще все четыре лучших аргентинских на сегодня игрока этой зоны. Два опорных и два центральных защитника. Они должны там ставить заслон барьера, его нет. Я тоже думал, что это водопой. Но оказалось, что это бразильцы гол еще праздновали. Потому что потом, когда опять общий план, у нас появилась картинка, аргентинцы все стоят готовы начать, а эти только еще идут откуда-то от углового. Они там минуты полторы обнимаются. Вот на это можно добавить, на самом деле. Еще одна атака и свободная зона в штрафной. Выход один на один. Удар 2-0. Неймар 2-0. 2-0. Бразилия-Аргентина. Вот так аргентинцы опять заснули. Как перед голом Филиппа Коутиньо и Неймар. Коутиньо справа, Неймар слева. Каждый из них готов принять мяч. Габриэл Жизу сделает голевую передачу. И это вынос. Пока да. То, что Бразилия забила 2 из 2. Они в штрафной-то больше не были. Но Ренату Аугусто пробил. Но мы говорили, там такая корявая атака получилась. Совершенно необязательно там. Она хороша тем, что легко и друг с другом готовы играть нападающие. Чего не видно аргентинцам. Так. Ну и вот опять у Аргентины сейчас был такой небольшой разрыв между линиями. Это позволяет бразильцам дойти почти до штрафной. А теперь Марселло подает в штрафную. А дальше что? А дальше 3-0. 3-0 и по линию, который 2 минуты назад не попал в пустые оборота, попадает в полные. Да, и разгром. Попробует еще вот так. А вот это попробуйте. Очень красиво все сделали. Не везет Сергею Ромеро, потому что мяч попадает в защитника. И рикошетом мимо вратаря проскакивает. Но что здесь творилось с Эммануэлем Масом? Фунас Мори. Вообще издевательство какое-то. Кстати, мы говорили об этих двух защитниках. Которые, в общем-то, наверное, Играет музыка.